всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл наконец-то пришел тот момент мне самому это очень интересно сравнение двух телефонов от компании xiaomi mi mix 2s и mi mix 3 первое что хочется сказать отличие между ними действительно есть и в лучшую сторону и немножко в худшую давайте по порядку самое главное что экраны тип экранов разный если до этого mi mix 2s в которой правой руке он чуть поменьше видно визуально у него экран по технологии IPS почти 6 дюймов full hd plus разрешение 403 пикселя на дюйм в общей сложности формат 18 на 9 то в mi mix 3 диагональ экрана уже 6 почти 6 и 4 дюйма разрешение выше опять же full hd plus но сам экран еще более вытянутый теперь 19 с половиной на 9 и матрица amoled of sky super amoled матрица технология все разные сложно сказать что лучше есть приверженцы и IPS матриц есть приверженцы и amoled экранов самое главное что самое главное отличие между ними что черный цвет темный цвет конечно на молидах лучше а белый цвет считается что на пес лучше но глядя сейчас на эти два телефона с выставлены одинаковые настройки яркости цветовой температуры но яркости приблизительно побольше отсюда добавим уже я не могу сказать что белый сильно лучше на IPS хотя я приглядывался много смотрел белый цвет действительно на IPS несколько лучше более белый что ли но разницы большой нет а вот черный цвет темные цвета отрабатывает лучше амоледовская матрица и те же самые 403 пикселя на дюйм плотность пикселей одинаковая появилась в mi mix 3 так как это матрица amoled теперь появилась возможность здесь сделать экстремальный режим энергосбережения то есть сделать темный фон отключить все ненужное продлить время работы очень сильно здесь же только обычное энергосбережение и появилась возможность которой нет в mi mix 2s это разрешение экрана сделать HD 720 пикселей 720 точек а не 1080 это поможет опять же сократить батарею но я этим не пользуюсь даже на full hd plus отлично все тянет ну и конечно важное очень отличие это слайдер наверняка вы слышали смотрели может быть мой предыдущий обзор на mi mix 3 слайдер теперь этот телефон называется у него выдвигается вся задняя часть спинка поднимается и здесь камера и вспышка у mi mix 2s камера спрятана вот здесь фронтальная камера очень сильно отличается на mi mix 2s это 5 мегапиксельная фронтальная здесь же 24 мегапикселей плюс вспышка подсветка качество фото и видеозаписи с фронтальных камер отличается очень сильно если здесь она просто нормальная по здесь она выше среднего и просто отличная кроме того есть эффект боке я до этого кроме как на этом телефоне нигде не видел эффекта боке для видеозаписи. Ребят, не для фото. Для фото он есть на всех современных телефонах сейчас. Эффект боке на фронтальную камеру, такого я еще не видел. Честно. Может, плохо смотрел. Xiaomi Mi Mix 3 с эффектом боке включенным. Вот так вот фронталочка пишет. А для видео я увидел здесь это впервые. И мне это понравилось. Вообще, для техноблогера вот этот телефон Mi Mix 3 подойдет очень хорошо. Что касается, раз уж заговорили, о камерах. Единственное, скажу, что звук этот можно выключить. Либо его совсем выключить, либо можно этот звук слайдера сменить на более нейтральный. И когда вы, опять же, большим пальцем открываете, то есть возможность либо запустить камеру сразу, либо открыть красивое менюшку, в которой покажется несколько блоков. Например, там, калькулятор, фонарик, что-то еще пригодится вам. Либо ничего не делать при открытии слайдера. Так вот, что касается основных камер, их, разумеется, по две, как и во всех современных телефонах расположены, они чуть выступают из корпуса в верхнем левом углу. По характеристикам они вроде как одинаковые, но они совершенно разные. 12 плюс 12 мегапикселей на обоих телефонах. Но сохранена, с другой стороны, полезная штука. Это оптический зум, двухкратно. Конечно, есть оптическая стабилизация, но качество фотографий мне показалось выше на Mi Mix 3. Особенно это сильно видно на ночных съемках, особенно с ночным режимом. Я здесь сделал множество фотографий, выбрал для вас несколько усредненных, чтобы вы сами посмотрели. Мне кажется, Mi Mix 3 фотографирует лучше, чем Mi Mix 2S. Камеру переработали. Опять же, судить вам. Я для вас оставлю примеры видеозаписи и примеры фотографий с обоих телефонах на автонастройках одинаковых. Оцените, посмотрите. Кроме того, Mi Mix 3 теперь умеет писать, притом процессоры здесь одинаковые, Qualcomm Snapdragon 845 умеет писать теперь картинку 4K в 60 фпс, а Mi Mix 2S писал только 30 фпс. Короче, камеры зачетные на обоих телефонах, но здесь лучше, объективно лучше. Особенно очень сильно заметно на качестве, если вам это важно, фронтальной камеры, и фото, и особенно видео. По процессорам тут очень просто. Ребят, Qualcomm Snapdragon 845, порядка 290 тысяч очков набирает, почти поровну, и, разумеется, это результат хороший, очень хороший. Игрушки, если вам важно, конечно, без проблем. Идут. Оба телефона работают на Android 9, на Mi Mix 10, разумеется. Выпускаются телефоны Mi Mix 2S, это минимум 64 гигабайта и 6 гигов оперативки. Здесь же уже 128 и 256, 128, 6 гигов оперативки, либо 256 Mi Mix 3 и 10 гигов оперативки. Не мелочаться, ребята. Поддержки карт памяти нету, но все-таки большинству этого хватит, особенно 128, я думаю. Используются две наносим-карты. По внешнему виду отличий вроде как немного, не считая слайдера. Материал тот же, стекло. А, кстати, да, еще очень важное отличие. Ну, как важное. Все-таки здесь четвертое поколение Gorilla Glass, здесь пятое, Mi Mix 3. Телефон Mi Mix 3 менее скользкий, практически не скользкий, чем 2S. Вот я не прикалываюсь, не специально, он сейчас чуть не выскользован. Здесь такой номер не проходит. Телефон, если скользит, то совсем чуть-чуть. Я с ними со всеми ходил, с этим пользуюсь 2S до сих пор, поэтому хорошо знаю, о чем говорю. Ребята, этот скользковат. Этот, как ни странно, то ли покрытие какое-то другое, то ли что-то, но значительно меньше скользит. А вот маркость, ребята, отпечатки собирают просто ужасно. Оба телефона нужно носить в бамперах, особенно Mi Mix 3. Почему? Mi Mix 3 единственное, что меня в слайдере раздражает. Сразу скажу, что слайдер этот не мешает особо, то есть как-то не люфтит по вертикали. Но, вот держите телефон, слушайте. Прижимаю, звука нет. То есть щелчок, вот этот экран между собой. Я понимаю, сейчас тоже, наверное, скажете, фу, фу, отстой, блин. Но тут, наверное, по-другому нельзя было. А может можно, может с вами накосячили. Опять же, не знаю. Эта проблема, конечно, решается чехлом. Точнее, это не чехол, это бампер называется правильно. Когда он надет, то здесь уже никаких призвуков нет, соприкосновения двух этих панелей. Но, и не люфтит, опять же, ничего. Но качество чехла стало объективно хуже. И не из-за того, что здесь у него открыто, для того, чтобы слайдер, а просто на Mi Mix 2 есть чехол как будто чуть-чуть получше по качеству. Лично мне показалось. Без чехлов носить я их не рекомендую. Это должен служить долго. Я надеюсь, что долго. Пользуйтесь, конечно, в чехле. Еще важное отличие, по крайней мере, для меня. 2S у него стереодинамики. Один разговорный, второй на боку, с торца сверху. А в третьем только один динамик. И это тоже объяснимо, я думаю, все-таки слайдер. Динамик хороший, по качеству вопросов нет. Громкий, четкий, приятный. Но он только один. А вот разъемы для наушников ни в одном, ни во втором телефоне нет. Да, кстати, и бампер еще тоже не до конца прилегает. Если в 2S вот держишь телефон, и бампер как монолит, как, не знаю, крепкий, он вообще никак не люфтит. Здесь же люфт небольшой бампера появился на второй день. Тоже, конечно, печально. Не знаю, как-то вот с этими вещами сегодня слегка накосячили. Водозащиты в обоих телефонах нет. Это нужно тоже понимать. Ни тот, ни другой водозащиту официальную не обладает. Оба могут разблокировать по лицу. У обоих сканер отпечатка пальцев на спинке устройства. Есть, как ни странно, индикатор уведомлений на обоих телефонах, за что всеми огромное спасибо. Мне эта функция нужна. Просто огонечек горит вот здесь вот сверху, когда приходит смс или ватсап кто-то написал. Удобно. В принципе, я рассказал все, кроме как о батареях и о системе. О батареях все просто. 3400 и 3200 мАч. Да, в более новом телефоне на 200 мА батарейка меньше. Но экраны разные, IPS и AMOLED. И в живом использовании я ставлю на это, как ни странно. К тому же такое чувство, что MIUI 10, которая прилетела уже достаточно давно, месяц, полтора, наверное, назад, в Mi Mix 2S батарейку как будто испортили. Либо субъективно кажется. Не знаю, есть владельцы, отпишитесь в 2S, стало хуже или нет. По моим ощущениям, телефон, конечно, до вечера так же доживает при использовании, но остается меньше. Если раньше у меня оставалось там 30-40%, а то и больше, и телефон не лежал в кармане, то сейчас остается там процентов 20, и я уже там к 6-7 часам уже ищу зарядку. Как ни странно, для 3200 мА и большого экрана 6,4, но держит достойно. Не знаю, как они этого добились. Отчасти объяснимо, AMOLED-экран употребляет меньше энергии, особенно когда темные сцены, но все равно молодцы. Реально классно. По факту, между ними двумя, что купить. Объективно, конечно, процессор одинаковый, батареечки сопоставимы, но экран здесь просто более раскаленный, более запас по яркости большой. Если вы не против AMOLED-экранов, если у вас от них не болят глаза, если был опыт AMOLED-экрана, то, конечно, если вас не напрягает, вот если без слайдера соберетесь носить, что вот это вот, тыкаешь сюда сверху, а там иконки, там что-то нужно, вот этот щелчок, еще раз скажу, то, конечно, берите Mi Mix 3, будете довольны. Если вам не нужно стерео, не напрягает отсутствие разъема для наушников, будете точно им довольны. Телефон огонь. И фотокамера, и быстродействие системы, и всякие, ну, все хорошо в нем. Если вы, конечно, если вы категорично не против Xiaomi, например, не любите эту фирму, то выбирая между ними двумя все-таки. Но, если, например, каким-то причинам, либо AMOLED-экран вам просто не заходит, глаза болят, либо просто не располагаете такой суммой, это все-таки тоже большая, внушительная покупка, то Mi Mix 2S, конечно, не сильно от него отстает. Да, фронталка будет хуже, чуть ли не в полтора-два раза качество, и, может, не в два, но хуже будет точно. Экранчик не такой хороший, сравнивая с ним, но в нем тоже ничего плохого нет. Притом, оба телефона поддерживают и беспроводную зарядку, и быструю зарядку проводную. Mi Mix 3 вообще положили зарядку, но, правда, она медленная, она очень медленно заряжает по сравнению с другой зарядкой, которая у меня есть. Но положили и на том спасибо. В общем, такой вот расклад. Есть деньги, не против AMOLED-экрана, однозначно Mi Mix 3. Берите все, что я перечислил, взвесьте, за, против, пользуйтесь. Отпишите, напишите комментарий короткий, кто пользуется этими телефонами, другим также будет полезно. Не забудьте посмотреть примеры, оригиналы фотографий и видеозаписи с этих телефонов. Я все положу под видео. На этом у меня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков с уважением Касим Давид. Счастливо.